Всем привет, друзья, с вами Глория Рай, и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк за мою работу. Друзья, хотелось бы еще раз затронуть тему моего персонажа в видео. Привыкайте, но хватит уже писать, что вас это бесит. Подлечите тогда нервишки. Хватит меня пугать отписками, что будете смотреть другие каналы с новостями. Смотрите, там, между прочим, по мнению моих подписчиков, озвучка отстает желать лучшего. Да и не будет скоро этих каналов. Их либо закроют за то, что их ролики состоят только из одних фоток участников, либо мои конкуренты рано или поздно перейдут на такой же формат, как и у меня. У них уже начались случаи снятия монетизации. Два канала с новостями уже перестали работать. Исходя из всего этого, хочется повторить. Привыкайте, я не уберу персонажа. Понимайте и не нервничайте. Вы просто привыкли визуально к постоянному транслированию фоток участников. Но ведь основа никуда не ушла. Слушайте новости и озвучку. А теперь переходим к новостям Дома-2. Долгое время бессменным фаворитом Ольги Бузовой оставался Роман Гриценко. Оля не скрывала симпатии к юному участнику и открыто флиртовала. Правда, не обещала ничего большего. Гриценко давно в прошлом, а сама Ольга, судя по всему, уже нашла себе новую жертву. Не так давно Бузова назвала имена самых идеальных мужчин проекта. Как выяснилось, девушка весьма благосклонно относится к Алексею Купину. Однако, еще больше ее привлекает Роман Капаклы. Правда, как видно, чтобы сгладить ситуацию, Ольга сразу подчеркнула, несвободные мужчины для нее табу. Вот только в прошлом попытки Гриценко построить отношения под камерами ей никак не мешали. А значит, и в случае с Капаклы или Купиным, Бузова может в любой момент пренебречь своими принципами. Зрители снова возмущены. Ольга Рапунцель только и делает, что говорит, как много она дает своей маленькой дочери. Едва ли не в каждом эфире, и аж мать так и норовит озвучить баснословные суммы, которые якобы тратит на дизайнерские игрушки и наряды для своей наследницы. Впрочем, после недавнего ролика, облетевшего социальные сети, верится в это с трудом. Удивление зрителей вызвал нелепый наряд, в котором малышка отправилась на прогулку по периметру. Так праздничное платье Рапунцель почему-то решила дополнить спортивной кофтой. И все это на пару размеров больше, чем следовало бы быть. Кроме того, многих удивил вид вязаной короны на голове Василисы. Казалось бы, модный аксессуар явно не вписался в образ. По мнению многих, безвкусно одетую Василису стоит только пожалеть. Правда, по мнению большей части зрителей, удивляться этому не приходится. Ведь так же нелепо частенько одевается и сама Рапунцель. Да и остальные женщины клана Рапунцель не могут похвастаться безупречным вкусом. Вчера в сети появилась информация о том, что руководство проекта Дом-2 всерьез рассчитывает на Иру Пингвинову как на топового участника в будущем. Алена Савкина не хочет возвращаться на Дом-2. Алена пока так и не решила окончательно возвращаться ли ей в периметр. Девушка признается, что за периметром ей гораздо лучше. И к тому же она не верит, что встретит на проекте достойного мужчину. Алена задумалась об уходе. Вы замечали, как жизнь фильтрует людей? Как она каждому подбирает стоящего человека? И как быстро лишает ненужных? Если честно, то за периметром мне комфортнее. Здесь у меня есть спокойная жизнь, любимая семья и друзья. Здесь все такие, какие есть. Без фальши. Много планов, которые сейчас в процессе реализации. Думаю, что много кто уже понял по моему поведению, что я человек с сугубо личным мнением, которое очень тяжело поменять. Если принимаю какое-либо решение, значит у меня есть много причин. И если я его меняю тоже, мое мнение могут поменять только собственные глаза и уши. Поделилась девушка. Много кто очень бы хотел, чтобы я вернулась в периметр с сыночком. Я люблю Дом-2 и ему очень благодарна. Я здесь уже полтора года и это немало. Но многие вещи просто не могу принять. Выбивают просто из морали и ценностей. Если честно, то достойного мужчину я не встречу на телепроекте. Считаю, что туда такие не идут. Ну или очень редко. Все больше понимая, что мне там не место, я в замешательстве. Скажу честно. Зрители поняли, что после последних событий, в ходе которых у Савкины были напряжены отношения с Ябаровым, девушка больше не вернется на проект. Напомним, бывшая жена Валерия Блюменкранца решила перебраться за границу из-за своего возлюбленного. Правда, если изначально речь шла о неком Винсити, в конечном итоге девушка призналась в романтической связи уже с другим мужчиной, Андреем. Впрочем, и этот роман оказался провальным. Уже ни для кого не секрет у избранника Абрамсон нашлись жена и маленький сын. Более того, отношения с Татой мужчина явно не воспринимал всерьез и уже вернулся в семью. Теперь выпускница Дома-2 льет слезы. В сети появилось видео, на котором Тата жалуется на жизнь. Девушка призналась, сейчас у нее не самый простой период. А последней каплей, добившей блондинку, стала захлопнувшаяся дверь в квартиру. Стоит отметить, выглядит Тата действительно неважно и мало похожа на ту успешную женщину, какой была еще пару недель назад. Ну а само видео с рыдающей Татой вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. Влад Кадони заслужил репутацию одного из самых язвительных ведущих. Гораздо чаще от синичного Влада достается представительницам слабого пола. А Ира Пинчук и вовсе стала его любимицей, судя по видео, попавшему в сеть в прямом смысле этого слова. Компромат на спалившегося Кадони слила в сеть Ирина Михайловна Донцова, мама Майи. Кроме того, женщина прокомментировала то, что ей удалось заснять на камеру мобильного телефона. Как оказалось, не только некоторые зрители, но и Донцова-старшая убеждена, Влад явно влюбился в подопечную. По словам Ирины Михайловны, весь перерыв на съемках в городских квартирах Кадони провел около Пинчук. При этом на лицо неприкрытый флирт, причем с обеих сторон. К слову, сама Ирина явно не против подобного внимания от ведущего. Также видео флирта Пинчук и Кадонии вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Милена Безбородова жалуется на новичков, которых считает однотипными и пресными, причисляя себя к ярким старичкам. Алексей Безус страдает от депрессии. Отпуск они выпрашивают как могут. После скандала при ребенке Безуса, который устроила Милена на съемках шоу «Бородина против Бузовой». Вогнав в шок даже экспертов. Новостью о будущем формате проекта «Спаси свою любовь» поделилась Маргарита Ларченко. Участники будут строить дом, потом его разыгрывать. Проект возвращается к истокам, чтобы оправдать звание телестройки. Илья Ябаров на съемках шоу «Бородина против Бузовой» облил водой и оскорбил Влада Кадони и даже не извинился. Ведущий выложил видео, в котором обещает страшную месть после возвращения Ябарова с гастролей в Ростов. Мама Милены Безбородовой угрожает Алексею Безусу. У Алексея и Милены прекрасно складываются отношения с родными Леши. Вскоре ребята собираются их навестить и привезти к гостинце Сейшельских островов. А вот с мамой Милены Безус не общался больше месяца. «Скорее всего, она увидела эфиры, где у них скандалы, потасовки. Она мне пригрозила, если я еще раз трону ее дочь, то мне будет очень-очень плохо», – рассказал Безус. На это сообщение Леша решил ничего не отвечать. Парень считает, что решить конфликт поможет только личная встреча, которая должна состояться совсем скоро. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, ставьте лайк и оставляйте ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok